Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ и сегодня мы, друзья, будем пить пивко с таким хорошим названием, как Эстрелла, короче. Это Эстрелла светлая, это, друзья, Эстрелла нефильтрованная. Мне когда-то Артем присылал, мой подписчик из Киева, большой ему привет. Это пивко. Пивко мне тогда понравилось, хорошее, из Барселоны. Так что, я, как говорится, в Киеве сейчас нахожусь. Зашел в супермаркет. Сегодня можно было покупать в Киеве алкоголь с 11 дня до 6, вроде бы, вечера. И я гляжу, стоит пивко, Эстрелла. Думаю, возьму и гляжу такое, Эстрелла. Ну, я думал, что темное, потом посмотрел нефильтрованное, но думаю, возьму на пробу. Так что, как-то так. Ну, тут состав есть по-украински. Объем нашей банки этот, так, 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 вниз, этот. Объем нашей банки 0,5, 4,6 оборота алкоголь. Здесь тоже объем баночки 0,5, но здесь 4,8. Да, 4,8 здесь вот. Алкоголь здесь наклеена этикетка, что пиво Солодово, ну, типа, нефильтрованное, Эстрелла, дам инэдит, дам инэдит, ну, это дам Барселона, дам Барселона, дам инэдит. Как-то так. Ну, что, друзья, здесь банка красная, здесь банка красная, имеются звезды, такие, золотистые, как говорится, Эстрелла написано, все по-иностранному, все по-иностранному, вот здесь только по... Сейчас, сейчас, секундочку. Вот здесь только по-нашему, немножко, а здесь полностью все по-иностранному, тут только такая наклейка по-нашему. Ну, что, начнем, как говорится, со светового. Запах неплохой, пивной, хороший даже, я бы сказал бы. Наливается, конечно, налив в баночку чуть-чуть не так, но по цвету, что хочу сказать. Много бульбушек, и цвет такой приятный, пивной. Ну, и давайте тогда нефильтрованная сразу. О, тут чуть-чуть даже, интересный такой, нефильтрованный запах. Ну, здесь чуть-чуть, чуть получше наливается в эту. Хотя тоже такая пенка, такая довольно, довольно солидная, довольно солидная пенка. Ну, сюда давайте, чуть-чуть подолью. Мне там писали, что, этот, типа, мне нравится, как ты пьешь пиво с бан, ну, типа, пиво с банами. Что хочу сказать, друзья, бокалы, ну, где я нахожусь, бокалов нету. Покупать бокалы пластиковые, ну, стаканчики, я не хочу. Как говорится, пить, ну, со стеклянных бокалов покупать. Во-первых, это надо их искать, знать, где покупать. Во-вторых, дорого, плюс, потом еще домой везти, ну, в этот бокал, он, ну, как бы, стекло везти, это, как бы, ну, не очень удобно. Хотя с банки довольно комфортно, довольно удобно пить. Даже, грубо говоря, в таких, в экстремальных условиях можно и пиво потягивать. Ну, и на закусочку такие, хрустим, багет, смак, телятины, ну, типа, стейка. Цена 10 гривен в такой пачке. Чисто так взял, они недорогие, да, и плюс их объемные, их много. Ну, что, друзья, давайте, как говорится, пить наше пивко. Давайте, как говорится, начнем со светлого. Пенка хорошая, хорошо держится. Цвет приятный, цвет приятный. Ну, и бульбушек много. Такой интересный вкус, приятный. Такая горчинка интересная, приятный. И такая сладость вкусная, так реально. Горчинка со сладостью так приятно сочетается. Теперь давайте нефильтрованная. Нефильтрованная тоже пенка хорошо держит. Цвет имеет такой нефильтрованного пиваса. Конечно, бульбушек тоже нормально, но в светляковом будет побольше. запах такой нефильтрованного пива. Вот что хочу сказать. Светлое, светлое пиво такое для любителей классического, хорошего пивка. А вот вот это фруктовое, ну, не фруктовое, нефильтрованное, что-то я хотел сказать, фруктовое. Для таких людей, которые любят долго посидеть, попить пивка, можно добавить там типа карамельный какой-то микс, в некоторое пиво добавляют. что вкус такой интересный, такой я бы сказал бы, как сказать, что не то, что если это можно взять вот так и много выпить пива этого, то это будешь так сидеть пить минут 15-20, но будешь сидеть пить, смаковать, как говорится. Хотя пьется очень легко тоже. Закусим багетом. Ну что, ничего особенного, обычные, как говорится, обычные багеты, обычные, как говорится, в пиво. За 10 гривен довольно много, довольно много прошло. Вот и нефитрованное. Да, такой хороший вкус, хорошего нефитрованного пива, которое я так взял бокальчик, грубо говоря, ну, грубо говоря, пару баночек, съел и целый вечерок пьешь не спеша, можно там какую-то под закусочку, под какую-то можно даже так просто пить в чистом виде. Ну, а светлое-светлое это, как говорится, таких баночек 5, рыбку взять или еще что-то. Как говорится, хорошее, светлое, классическое пиво. Оценки этим пивасом бы, ну, из трейли я поставил бы 9,5 баллов, потому что пиво реально очень хорошее, довольно вкусное, довольно насыщенное. Качественное, конечно, по-своему хорошее, это нефильтрованное, это классика. И классика пьется вообще классно. Хотя это два разных пива, ну, один производитель, но два разных пива. Ну, пьется классно. Цена этой стоила 44 гривны, это чуть дороже, 50 с чем-то, короче. Ну, грубо говоря, 100 гривен две банки пива. Хотя, эстрелла бывает, что попадается, когда в супермаркетах акции, в супермаркетах акции, можно было за 25 гривен купить банку. Но сейчас просто, ну, говорится, акций толком нету, акций толком нету. Говорится, идет такой день, дали, чтобы люди смогли алкоголя затариться, алкоголя затариться. Ну, я много не брал, взял пилка, пару баночек, взял еще чекушечку, немеровская пшеничная, ну, то будет время, я тоже запишу обзорчик. Сегодня попробовал, так, немножко выпил, 20 грамм. Неплохая, в принципе, водка. Неплохая водка, но это тема других обзоров, ну, других видео, но вообще просто. Ну, а люди, конечно, покупали алкоголь, к магазину подходили, слышал уже, что-то где-то тарахтит, уже, этими тележками, пакетами, конечно, люди много алкоголя покупали. Конечно, магазины, ну, сегодня в магазинах выручка большая будет, с продажи, конечно, там, коньяков, виски, там, водки, других напитков. Ну, и немного цены, конечно, подняли, немного, конечно, на некоторые алкоголь подняли, цены довольно, довольно необоснованно, ну, и на некоторые немножко подняли, на некоторые ничего не подняли, ну, где там даже, грубо говоря, на тех бутылки пива или банки, если там до войны стоило 20-ку, то сейчас у нас, грубо говоря, стоит там 28-30, ну, подняли, все равно цену кое-где, ну, на чекушке не подняли цену, я думаю, на Немировскую там сильно не поднимешь, она как стоила, тогда 50 ривен чекушка, вот так и стоит, как бы, этот, ну, тут я немножко так, где-то не доливал в банках, оставлю оператору, хоть тоже попробует это пивко, после, ну, после съемки, потому что пиво нормально, четенькое, даст Бог, мы, как говорится, ну, еще, ну, разрешат продавать алкоголь, мы еще купим, как говорится, пивка, какого-нибудь интересного, хорошего, и хочется брать, конечно, там заезженные темы, там, ну, то, что было уже там на каналах по много раз, там, Черниговская, там, либо еще что-то, хочется что-то брать, из стрелы у меня было, конечно, это почется почти год тому назад, почти год тому назад, ну, я думаю, возьму, я думаю, честно говоря, это темное, так взял, посмотрел из стрелы, так сильно не учитывался, думаю, и темное, так темное, потом, пришел к себе, глянул, думал, что темное, оно не фильтрованное, ну, как говорится, баночка светлого, баночка не фильтрованного, ну, и нормально, как говорится, будет, Такие сухари сейчас я пару штук закинул, разжевал, довольно неплохие, в принципе, такой вкус, ну, такой ненадоедливый. Есть такие сухарики, что надоедливые, вкус, а есть такие, что безвкусно. А тут такой и хлеб чувствуется, и специи чувствуются, ну, приправа. В следующий раз, конечно, другие пивасы возьмем. Конечно, я думаю, может, ну, будем брать в основном либо в банках, либо в бутылках, чтобы была тема интересная. Потому что сейчас, ну, война идет, как говорится, сильно на алкоголь не наснимаешь, потому что все сейчас смотрят новости, политику, да и как-то не хочется сильно лезть в эту тему, со своей темой, как говорится. Ну, а так, пиво, хорошее пиво, мне нравится. В следующий раз, может, батлайзер возьмем или что-то другое. Сегодня можно было то, что пиво мы пили безалкогольное. Я сегодня нашел его алкогольным. Оно, кстати, трех видов есть. Есть крепкое, есть шесть, ну, хотя там все, там 7,6 крепость есть в одном, в одном шесть, в другом 5,5. Хотя, ну, 5,5,5,6 такое, я уже забыл, как оно называется, хотя это столько всего, что сегодня такой алкоголя много пересмотрели. Ну, что, давайте, как говорится, будем допивать, будем закругляться. Сейчас допьем сначала светлое, потом нефильтрованное. Всем передадим приветы, как говорится, и будем отдыхать. Кстати, что хочу сказать. Вот с банки удобно пить пиво, как ни крути, ну, реально. Даже. Даже с бокала не так удобно. С бокала удобно тем, что ты можешь закручку взять там. Ну, а тут так, в принципе, тоже в руку, банка тоже пол-литровая. Взял так и этот. Пьется легко. Багет, ну, этот, стейк. Конечно, да, хотелось бы, конечно, уже такая погода стоит. Конечно, сейчас в последние дни в Киеве дождливо, хотя, в принципе, по всей Украине сейчас дожди идут. Дожди, ливни. Но хотелось бы, конечно, чтобы такая погода была хорошая, чтобы не было войны. Хотя, после войны столько всего будет в полях, в лесах, что, как говорится, лучше и не выходить. Опасно все-таки. Хотелось бы, конечно, какой-то на природу, там бы шашлыка пожарить, бы прогуляться, отдохнуть. Но пока что как-то так. Так что, друзья, обстановка, ну, нету лучшего места, чтобы снимать. Итак, мы диванчик поставили, стол принесли, как бы стараемся снимать. Так что, как-то так. Ну, давайте теперь нефильтрованное, еще раз. Заценю по запаху. Запах хороший, приятного нефильтрованного пива. Такое, небольшая такая горчиночка. Такой приятный нефильтрованный вкус. Такая, как бы, я бы сказал, даже еще присутствует небольшая цитрусная нота. Ну, и насчет цитруса, есть, нету, я, как говорится, утверждать не буду. Хотя тут есть состав, но в чем проблема наша, как говорится, к супермаркетам и всех остальных. Они клеют такую маленькую этикетку, и на эту этикетку там распечатывают, что бывает, что оно стоит и затирается. Что тут состав, в принципе, прочитать можно, но он полузатертый, короче. Так что, лучше не будем, как говорится, этот, ломать язык, а просто допьем пивку уже, как говорится. Сегодня уже, как говорится, 2 апреля. Вчера был 1 апреля, день типа дурака, как это считается. Читает юмора. Да, такое, если это можно пиво пить, вот так взял и много. А это можно много выпить, но лучше, конечно, его пить такими грамм по 50, с чем-то не спеша. Оно вот такое со временем стоит, такой вкус дает интересный, приятный. Хотя оно будет покрепче. Будет оно 4,8 оборота. А это 4,6. Но тут, если 4,8 чувствуется, что 4,8 чувствуется, но тут не чувствуется. Хотя пиво обои хорошее. Бакет. Что хочу сказать, друзья. Пиво реально хорошее. Цена довольно нормальная. Как говорится, если хочешь пить хорошее пиво, надо платить хорошие деньги. Кто не хочет платить хорошие деньги, ждите, когда оно будет по скидочке. Оно падает до 25, до 30 гривен. Где-то 15, 20 гривен будет экономия на одной баночке. Тогда, друзья, его смело берите. Пиво хорошее. Рекомендую. Ну что, друзья. Всем мира и добра. Всем удачи. Всем мирного неба. Подписывайтесь на канал. Пишите комменты. Ставьте лайки. Всем мира и добра. Всем пока.